86 объектов, жилых высоток, школ и детских садов в этом году начнут бесперебойно обеспечиваться горячей водой. Раньше людям приходилось часами спускать из крана холодную, прежде чем пойдет теплое, а значит оплачивать лишние кубометры по счетчикам. О том, почему возникает такая проблема и как ее решает в Новосибирске, расскажет Юлия Федосеева. И пошла горячая вода. И все задают вопросы. У нас что, говорит, уже пошла горячая вода? И днем, и ночью, в любое время суток мы говорим, да. Ну все говорят, ура. Этого события жители окрестных домов ждали много лет. Вспоминают, утреннее умывание теплой водой считали роскошью. У нас 11 лет не было горячей воды. По 40 минут приходилось сливать воду, чтобы более-менее пошла теплая, даже не горячая. Горячая у нас шла где-то всегда после 11. Виной всему несовершенство коммуникаций. Отсутствовали подводящие и циркуляционные трубопроводы. Строительство в Новосибирске ведут уже не первый год. Количество обращений от жителей выросло пропорционально установке счетчиков на воду. Платить по тарифу горячий, когда из крана бежит холодное, люди не хотят. Исправляют ситуацию новые насосы и вспомогательные линии труб. Один циркуляционный трубопровод, другой на подогрев. Здесь новое оборудование. В центральном тепловом пункте они не были установлены. В этом году латают очередные 10 тепловых пунктов. Они будут без задержек обеспечивать горячей водой жилые высотки, школы и детские сады. Специалисты работают по новым технологиям, без отключения воды. Применяются новые технологии, без так называемых раскопок. Метод прокола. В приемах устанавливается оборудование, направленное или бурение, или прокол. Потом новая гибкая труба, служба которой порядка 50 лет. И поэтому у нас не нарушается благоустройство при домовой территории, дороги не перекрываются. И участками происходят проколы, восстановления. Восемь из десяти тепловых пунктов уже готовы. Часть выделенных средств подрядчику удалось сэкономить. Это позволит провести работы из плана следующего года. Юлия Федосеева, Константин Менин, Новости ОТС. Юлия Федосеева, Константин Менин, Новости ОТС.